Друзья, всем привет, с вами Никита Дилой и сегодня у нас на обзоре новая DLC для 19 фермы. Вышла она буквально 20 минут назад, я только прилетел с работы и в общем-то давай сразу вам записывать все это дерьмо. Делаю я это для того, чтобы вы могли для себя сами решить, нужно его вам покупать или нет. Я его еще честно не смотрел, но уже до релиза, в принципе, я уже успел наговорить кучу гадостей вообще про сие дополнения. В Беларуси у нас стоит это чудо 6,5 долларов, в России вроде как чуть подешевле, при Балтам я вообще просто сочувствую из-за этой цены. Что соответственно добавляет это дополнение, 7 единиц оборудования Бургаульт и не знаю как оно правильно читается, будет значит Бургаульт и 1 трактор Джон Дир. Добавляется у нас 4 сейлки, культиватор, барана, еще одна сейлка и большой трактор Джон Дир. 6,5 баксов, Карл. Я понимаю для чего это сделано, многие не могут, играют например на плойке, не могут поставить себе моды, но, ну боже мой, ну 6,5 баксов, ну ладно, че уже это самое. Давайте запустим игру, да посмотрим все это дело, как выглядит в игре. В игре у нас соответственно появляется в модификациях вот такая вот хреновина, Бургаульт Пак. Мы его подключаем и сейчас мы на все это дело посмотрим. Хорошо, друзья, давайте переместимся в магазин и посмотрим. В первую очередь, конечно же, на трактор, он скорее всего находится в категории большие трактора и да, вот он этот самый Джонник 9RX. Вот такая вот здоровенная хреновина, 517 лошадок, в стандарте она на гусянках с ломающейся рамой. Можно поставить несколько двигателей, слушайте, нормально тут двигатели можно поставить. Ну в любом случае, 670 лошадок, пускай, окей. Можно расширить гусянки, 3 метра и стандарт, ага. И все, это весь тюнинг, мать твою. Ладно, моделька красивая, действительно в духе гигантов. Но есть же моды бесплатные, такие же примерно. Может быть чуть-чуть они хуже выглядят, но много всяких плюшек можно сюда всунуть. Да, беда. Ну ладно, может быть нас удивят сейлки. Во, тут их целых 5 штук. И твою мать, на самом деле их здесь ни хрена не 5. Это же просто бункеры для семян. Ладно, погнали по порядку. Есть в общем-то вот такая 23 метровая, 23,2. И с ним требует 500 лошадок, соответственно вот Джонник к ней подойдет. Ну да, здоровая хреновина, но она без бункера, к ней обязательно нужен бункер. И в комплекте к ней идет вот этот бункер. Можно даже колесики выбрать, задние двойные, передние двойные, понятно. Бункер здоровый, 33 тысячи литров, ни хрена себе. Но заправлять ее, знаете, да? Надо вот эту хреновину отодвигать из поддонов, погрузчиков. Но это как бы если по фэншую брать. Я такими сейлками не пользуюсь, в принципе они меня не нравятся. Плюс таскать за собой нужно и сейлку, и этот сраный бункер. Делает это в принципе не очень удобно. Ну ладно, большая хреновина, у Кай. Есть у нас также хреновина еще побольше, требует уже 600 лошадок. 30 с половиной метров у нее разброс, в ней же цепляется право бункер. Ладно, давайте на нее тоже воочию глянем. Ну сложенная она, да, здоровая хреновина, окай. Допустим, сделана она хорошо и со всеми анимациями, я в этом уверен, даже смотреть не буду. Соответственно бункер к ней, да, выглядит он в принципе точно так же. Только здесь двойные колеса, выглядит он чуть-чуть побольше. Но в целом то же самое, как и тот. Просто чуть-чуть шире и длиннее, и 45 кубов можно сюда семян запихнуть. Ну ладно, допустим, есть еще маленькая сейлка. Вот такая вот маленькая сейлка. Она на 8 метров, 7200 сюда можно запихнуть, семена удобрения она и это самое. И удобряет, те не удобряют почву, кстати. А это удобряет и культивирует тоже. А те, по-моему, нет, надо кстати почитать. Не, те тоже культивируют, но не удобряют. Или удобряют. А, вот здесь семена удобрения в бункере. Ладно, пардон, херню сказал. Ну допустим, есть вот такие сейлки, окай. Может быть я тупой и в сажалках что-то? Нет, в сажалках не появилось. То есть понимаете, вот эти 7 единиц техники, которые они назвали, они попарно идут. Сейлка без бункера работать, мать его, не будет. Она будет у вас работать, например, на курс-плее или на работнике. Если вы не подцепите бункер к ней и поставите в настройках, что наймит сам пополняет все это дерьмо. По твою мать, это все равно комплект. Нельзя их разделять. Паркетологи хреновы. Ну ладно, нам еще обещали какую-то крутую барану. Давайте посмотрим на барану. Я думаю, она здесь должна... Нет, она даже не здесь. Она может быть активная бар... Нет, это не активная барана. Может быть она в плугах? Нет, конечно. Она в культиваторах, да? Да, она в культиваторах. Они даже барану засунули в культиваторы. Или нам культиватор тоже обещали? Не, я посмотрел, сейчас нам культиватор тоже обещали. Барану потом будем искать. Что-то мне подсказывает, что это барана, это полольник. Короче, есть вот такой вот 12-метровый культиватор. Ну сказать по правде, если бы он у меня бесплатный был, возможно я бы им пользовался, он не самым ублюдским образом выглядит, не очень много места занимает, хотя с другой же стороны, если возвращаться к какому-то дефолтному решению, например дисковая барана, которая вот это вот допустим, она меньше места занимает, она ужаснее, легче маневрировать, она на 16 метров, она те же самые 400 лошадок требует, ну то есть оно нахрен не надо по сути дела. Ну ладно, у нас еще, я все-таки думаю, что это полольник, барана которую назвали, только я не могу найти здесь полольники, вот полольники я нашел, да, вот здесь нам появился супер крутой полольник на 21 метр, 350 лошадей требует против по 20 лошадей, которые требуют 15 метровый, полольник мать твою, о, дизайн можно поменять, нихрена себе, его можно сделать 27 метровым, понятно, короче полольник добавили, если кто-то играет с сорняками, то будет полоть, я кстати с сорняками не играю, поэтому мне он вообще нахрен не всрался, и в общем-то все, 6,5 баксов, Карл, я помню, что я бомбил на DLC платина, который стоил дороже, который тоже добавлял технику, которая есть в модах, но я ей пользуюсь, и я ее себе оставил, хотя в первую очередь, конечно, из-за того, что это был подарок, но твою мать, это самое отвратительное, самое бесполезное DLC, которое вообще когда-либо выходило в последних фермах, самая отвратительная херня, Это лично мое мнение, я никому его не навязываю, но знаете, друзья, где сраная кнопка вернуть, а? Во-первых, конечно же, рекомендуете ли вы эту игру? Нет, аллилуйя, я это нашел, после того, как в стиме все это самое поменялось, новый интерфейс, короче, я чуть нашел, где вернуть это сраное DLC, товар, мать его, не оправдал ожиданий, и я хочу запросить возврат средств, выберите способ возврата, А обратно мне на карточку, пожалуйста, почему вы хотите вернуть деньги, а тут есть слово говно, тут нет такого слова, мы ответим, честно, неинтересно, да, примечание, я не буду писать, потому что ничего не хочу плохого писать, знаете, я не очень люблю писать жалобы и все такое прочее, короче, надо это все говно вернуть, потому что оно мне нахрен не надо, надеюсь, я кому-то помог принять правильное решение, спасибо, в общем-то, всем огромное за просмотр, с вами был Никита Дилой, всем всего доброго, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok